Такой, помоги. Родитель кричит, ребенок на каталке раненый кричит. Просто такого массового никогда не было. Первые в жизни, вот за 27 лет. Передайте маме, что со мной все хорошо. Первая моя мысль, ну бытовой газ взорвался. Ну как бы, в принципе, не редкость, конечно, но школа. И поэтому много детей. Вот мои первые ощущения. Дети с ДТП к нам часто приезжают. То есть мы видим разные картины детей. То есть, ну, травмы я имею в виду. Поэтому к крови мы привыкли. От мысли, что когда мы уже услышали, что произошло, потому что, так скажем, уже было озвучено, что это не просто взрыв в школе. И буквально это доля секунды, ну, материнский инстинкт, да, потому что у меня тоже дети маленькие. И, а дальше все, Эльвир, ты на работе, отключайся. Ну, точнее, включайся. И, честно скажу, я валерьянку выпила. Когда ты понимаешь, что родитель везет своего ребенка, уже его тут уже на каталку, и врачи включаются, родитель не может отключиться от ребенка, родитель кричит, ребенок на каталке раненый кричит. И ты понимаешь, и вот в такие моменты приходилось прямо оттаскивать родителя от ребенка. Потому что, ну, потом родителю говоришь, ну, нельзя передавать вот это состояние своему ребенку. Важно, чтобы ребенок видел тебя и понимал, что все хорошо. А после нескольких ситуаций мне просто потом кто-то говорит, у тебя халат в крови. А тут мы начали уже детей поднимать в отделение. И я поняла, что я не могу к ребенку бежать в крови. Забежала там в комнату, оттирала халат, побежала к детям. Дети были в сознании. Все детки, которые были в сознании, мы работали с ними. И первое, с чем сталкивается ребенок, это в состоянии неопределенности, у него страх. И задача – это как раз снизить уровень тревоги вот этой вот эмоциональной, дать ресурсы возможные. Если мама и ребенок, то мы работаем через маму. Мы говорим маме, что говорить ребенку. То есть мы держим ее состояние стабильным, насколько это возможно, чтобы она была ресурсна. И она работает уже с ребенком. И если нет такой возможности, конечно же, мы как значимый вот этот взрослый, потому что врачи в это время делают свою работу. У нас же есть обучение. И обучение, как вести себя в кризисных ситуациях. И я вспомнила, что нужно подходить к тем людям, которые не только очень беспокойно себя ведут, но и очень бледные, и сидят в уголочке. И я сразу обнаружила такого человека, и подошла, и стала спрашивать, что, как дела, что происходит. Это был один из родителей? Потому что первое время многие родители просто не знали, что с их ребенком, куда привезли, в какое отделение, что с ними делают. И вот в этот момент нужно было быть просто рядом с этим родителем. Для нас привычно всегда устанавливать контакт с ребенком. Мы не думаем о ранении. Мы как бы подразумеваем это, но для нас самое главное – это установить эмоциональный, зрительный контакт, получить информацию ребенка здесь и сейчас, дать ощущение безопасности, поддержки и ресурсов на тот момент, насколько это возможно, поддержать контакт. В это же время спрашиваем, и у нас есть такое якорение ресурсного состояния. То есть я спрашиваю, а какой твоя любимая игрушка, а где ты отдыхала? То есть такое переключение внимания, такая диссоциация ребятеночка для того, чтобы у него включились другие, даже на уровне физики ресурсы, на уровне вегетативной нервной системы. Если это процедуры, которые могут принести болезненные ощущения, мы говорим правду, что да, но тебе немножечко придется потерпеть, например, это будет укол, подключение вену или из пальчиков кровь. Было в твоей жизни. Это даже является неким таким моментом отвлечения от тех болей, которые даже здесь. И ребенок, ой, боюсь, не хочу укол, не хочу укол. Для нас это уже хороший такой симптом. Мы говорим, мы сделаем все для того, чтобы это было минимально больно, не больно. И, например, пока я в это время разговариваю, я конкретно про девочку сейчас говорю, в это время у нее уже все взяли. Она даже не заметила. Что происходит? Конечно же, меняется мировосприятие. Ну вот смотрите, базовое, ну в норме мы берем, да, ребенок рождается, у него вот уже до вербального периода формируется некое отношение к миру, некое отношение вот я и мир. И оно, как правило, такое доверительное. Но в большинстве случаев я не беру патологию, да. То есть этот мир меня ждет, этот мир меня любит, я в этом мире нужен, этот мир безопасен, да. Ну в 90-е там с лишним процентов это так. Иначе бы просто мы с вами не существовали, если бы этого не было. И психика на этом базируется. А когда происходят какие-то такие ситуации, то как бы, ну не могу сказать, что совсем рушится мировосприятие, да, если это не патология, да, но оно искажается, оно получает некие трансформации. Слава богу, на сегодняшний день есть технологии, которые позволяют это свести к минимуму и сделать так, чтобы этот опыт был позитивный. Вот мы сразу только, вот они на столе, да, перед операцией, мы ребенку говорим, какой ты герой, да. Ты уже побывал в боевых действиях, все, у ребенка плечики расправляются, он уже герой, да. Я говорю, здорово, девчонки будут за тобой бегать, конечно, что украшает мужчину, там, шрамы. Задача как раз терапия, сделать так, ну как бы это странно ни звучало, из минуса плюсов. Наши дети очень проявили такую силу духа, да, такую не по возрасту, вот, осознанность, что это просто я удивилась, потому что я подошла, когда к одной девочке, она только после операции приходила в себя после наркоза, я сказала, что маме передать, а она говорит, передайте маме, что со мной все хорошо. Когда привела к этой девочке уже маму, да, разрешили, нужно было, наша задача была маму сопроводить, пока мы с ней по коридору шли в отделение, да, я уже маму снабжала инструкциями, что говорить ребенку по возможности. Вот, и, ну, мама тоже такая молодец, она присела, и на уровне глаз, да, то, что мы советуем, на уровне глаз ребенка, она, конечно же, я думаю, не вспомнила все, что я ей сказала, не хотела сказать, да, ну, она сказала самые правильные, самые главные слова, я очень тебя, доченька, люблю. Когда я ходила к детям, и я, ну, спрашивала, ты знаешь свой телефон, телефон своей мамы, и когда он говорит, да, знаю, я говорю, вот тебе мой телефон, потому что все дети были без телефонов, и мы звонили, ну, как бы, и их родителям, у кого-то там не было такой возможности, и я прям записывала, я говорю, давай, скажи своей маме, что с тобой все хорошо. Я прямо его снимала, приходила в отделение в приемный покой, маме показывала, я говорю, мама, вот ваш ребенок с ним, все хорошо, он жив-здоров, он уже кушает, то есть у него все замечательно. Если, опять-таки, смотреть психические состояния, мы в состоянии тревоги чаще, как бы, ведем себя как дети, то есть у нас контроль отступает в этот момент, да, и нам нужна помощь, нам нужна поддержка, и поэтому, наверное, даже несмотря на то, что, ну, некоторые родители были старше меня гораздо, они смотрели на нас, ну, на меня точно, я на себе поймала этот взгляд, вот такой, помоги, то есть вот этот, ну, и, соответственно, как родитель, именно я включилась, то есть в роли родителя, именно эта поддержка, и им это нужно было, то есть мы выводили на разговор, поэтому, чтобы они проживали, чтобы они не внутрь уходили в свои переживания, чтобы они проговаривали хотя бы вот то, что он озвучил, что ему страшно, это уже свой страх изнутри вытащил наружу, и, так скажем, поделился с ним, им, с нами, и мы, как бы, вместе сопереживаем. Хочу большое спасибо, наверное, сказать всем психологам, которые вот у нас в республике, в Казани откликнулись тут же, наверное, уже где-то через час они были, да, у нас, даже раньше, нет, наверное, через час, где-то они уже, через час, полтора, где-то, я так не следил за временем, вот, уже приехали психологи наши, казанские, разных совершенно организаций, вот, которые предлагали помощь. Мы говорим о том, что каждый ребенок индивидуально проявляет свои какие-то реакции, взаимодействия с этим миром, и, возможно, может наблюдаться и страх вернуться в школу. Вы не рекомендуете, например, поменять школу? У нас нет стандартной рекомендации, что вот мы для всех рекомендуем, потому что сейчас ситуация такая, что мы направляем свою работу именно на это. Но пока четких рекомендаций мы не даем, всегда все индивидуально. Это может быть для кого-то ребенку очень важно вернуться туда, и продолжить. Поэтому здесь все исходит от индивидуальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова